...человека, благодаря которому у России есть потрясающий боевой самолет. Ролан Мартиросов, главный конструктор знаменитых Су-34. Этим истребителям-бомбардировщикам по силам любые воздушные цели. Многие наземные и надводные. Семь мировых рекордов, поставленные экипажами Су-34 и не побиты до сих пор. Ну и этот самолет просто любят в войсках. И за то, как летает, и за то, как выглядит. За характерную форму носа называют с теплотой утенком. Его создателю, герою труда России Ролану Мартиросову было 84 года. Сегодня 90 лет отмечает Иосиф Акапян, основатель современной системы ПВО и автор целого направления в оборонке. Когда-то он создал первую в стране головку самонаведения ракет. Это стало прорывом в отечественной военной науке. Среди его изобретений были и гражданские в области медицины. Российский ученый с мировым именем удостоен первой международной премии ЮНЕСКО. Академик Юрий Аганесян, который работает в Институте ядерных исследований в Подмосковной Дубне, награжден за прорывные открытия, которые позволили дополнить таблицу Менделеева. Ее 118 элемент носит название Аганессон. Премия учреждена по инициативе нашей страны. Кроме Аганесяна, ее вручат профессору Винченцо Бальзани из Италии. Церемония 15 ноября в Париже. Рэймон Домодьян. Соединенные Штаты Америки. Ученый. Один из изобретателей МРТ магнитно-резонансной томографии. Еще в 1971 году, после многочисленных экспериментов, он обнаружил, что нормальные и больные клетки живого организма по-разному реагируют на ядерный магнитный резонанс. Домодьян впервые предложил использовать эту технологию для ранней диагностики онкологических заболеваний. В 1974 году Рэймон получил первый патент в области применения МРТ для диагностики злокачественных опухолей. В 1988 году ему вручена национальная медаль в области технологий за первый оригинальный сканер для всего тела. Устройство теперь занимает почетное место в музее Национальной галерии славы изобретателей в городе Экрон, штата Огайо. В 2001 году Домодьян получил награду Леммелсон М.А.Т. как человек, который изобрел сканер МРТ. Борис Арташесович Бабаян Советский и российский ученый Педагог Разработчик вычислительной техники Член корреспондента на СССР Автор трудов по архитектурным принципам построения вычислительных комплексов Компьютерного программного обеспечения Лауреат Государственной Ленинской премии Первый европейский ученый Удостоенный звания Intel Fellow За разработку и внедрение микропроцессорной вычислительной системы Elbrus 2 Он удостоился звания лауреата Ленинской премии с 2004 года Вместе с частью коллектива Разрабатывавшего проект Elbrus Перешел в структуру корпорации Intel Бабаян стал первым европейским ученым Удостоенным титула Intel Fellow В настоящее время Борис Бабаян Является директором по архитектуре Подразделения Software and Solutions Group Корпорации Intel, а также научным советником Научно-исследовательского центра Intel в Москве Основным направлением его деятельности Является развитие и совершенствование Компьютерных архитектур Разработка инновационных технологий Бабаян руководит глобальным проектом Включающим в себя работы в области Архитектуры вычислительных машин И системного программного обеспечения Технологии двоичной компиляции И технологии защищенных вычислений Направленные на совершенствование существующей архитектуры Повышение надежности и устойчивости Компьютерных систем к воздействию вирусов